Большое спасибо. 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 Поэтому пациент вам может описать о том, что вот я принял такое-то количество таблеток, например, он принял 5 таблеток тромодола, что превышает сущную дозировку, но при этом он елозит и при этом говорит, что у меня практически не болит. То есть, поэтому ты понимаешь, что здесь недооценка болевого синдрома, потому что мы лечим эмоции, поэтому понимаешь, что здесь, ну, второй, у онкологических пациентов есть очень большой страх перед наркотическими аналогетиками, имейте это в виду. Поэтому в этой ситуации ты уже понимаешь, кто перед тобой сидит. Итак, основные принципы более, вот основные все принципы для любой локализации, это, конечно, через рот, неинвазивные, то есть как можно меньше каких-то вот инъекционных и травмирующих факторов. По часам очень важно и по восходящей, конечно, вот что касаемо сегодняшней локализации голова и шеи, это индивидуально к вниманиям и деталям, то есть больной не глотает, например, знаете, больной истощенный, сейчас мы будем об этом говорить, поэтому здесь есть особенность назначения препаратов. Значит, ну, теперь немножко быстро по препаратам, то есть существуют МПВС, которыми мы очень много пользуемся, это селективные, не селективные, то есть вы все их прекрасно знаете, поэтому имеется в виду, если есть какие-то проблемы с желудком, то есть назначаем, естественно, селективные в отношении циклоксигеназы-2, то есть это целикоксибы, но если есть кардиологические проблемы, то, конечно, мы не назначаем, например, тот же целикоксиб. Мы знаем о тромодоле, о его суточной дозировке 400 мг, иногда подташнивает, но может легко сочетаться с препаратами, которые снимают тошноту, например, цирукалом, и в течение некоторого времени адаптации хорошо переносится препарат. Короткого действия, 4 часа он работает. Это составляющий препарат. Есть еще такой золдиар, который, значит, который сочетается с парацетамолом. Хотела еще, простите, сказать, что у тромодола есть инъекционная форма, есть таблетированная, капсулированная форма. К сожалению, сейчас почему-то не выпускают свечевую форму, неплохо очень работало, но, к сожалению, ее нет. Значит, новый препарат, полексия, это пентадол, то есть это слабый агонист опиоидных мюрецепторов, он подавляет обратный захват норадреналина, простите, ошибка, там сиротонина нет. Значит, хороший препарат. Есть определенное правило трех дней. Начинаем с 50 мг, 3 дня, через 3 дня не хватает дозы на 100 мг, через 3 дня увеличиваем 150 мг, и так можем дойти до 500 мг. Если пациент принимает уже 400 мг в сутки тромодола, можем легко перейти на полексию 100 мг 2 раза в сутки. Хороший препарат, который даже, знаете, порой не требует добавлять, если есть нейропатический компонент, он очень хорошо купирует нейропатический компонент. Вот имейте это в виду. Таргин, тоже составляющий препарат, кому его, в общем-то, рекомендуется начать. Те, кого вот стойкие запоры, или нужно перейти с одного наркотика на другой, поэтому здесь присутствует налоксон, который является, который профилактирует опиоид, зависимое вот это нарушение перистальтики, собственно, запором. Фентанил, трансдермальная форма, которая характерна, и которую необходимо назначать пациентам с голова-шеи, которые трудно глотают, например. Но, тем не менее, нужно иметь в виду, что если больной истощенный, в этой ситуации нужно забыть. Это жирорастворимый препарат. Значит, у него есть особенности, он работает трое суток, вот на третьей сутке может такой провал быть, когда мы отклеиваем пластырь, наклеиваем, поэтому 6 часов примерно концентрация падает, 6 часов концентрация увеличивается. Поэтому нужно иметь и понятие о прорывной боли. Вот, пожалуйста, для прорывной боли, если вы еще не очень подобрали вот эту трансдермальную форму, можно пользоваться просидолом короткого действия, такой небольшой силы опиат, тоже хорош в применении прорывной. Морфин. Морфин существует в виде ампул, короткого действия таблеток, пролонгированного действия, ртар таблетки, МСТ-континус. Поэтому вот в этой ситуации, конечно, морфин хороший, здесь мы можем немножко лавировать его применять. Бопроксон. Защечная форма. Тоже, когда человек не может глотать, мы можем также защечную форму потреблять. Значит, помните о том, что назначая наркотики, конечно, нужно обязательно назначать профилактику запоров. То есть, если больной водный, ну, нарушение водного баланса, у него, конечно, никакие бисокодилы здесь не пойдут. То есть, нужно помнить о том, что при, так называемом, сухом стуле, это, конечно, глицериновые свечи, может быть, семя коноплей и прочее. То есть, с большим вниманием также назначают дефолак и прочие препараты. Помните о том, что при каком-то замедленном пассаже, там, стенозе или еще что-то, они могут вызвать тоже большие, сильные боли в животе. Поэтому будьте внимательны. Хотела бы сказать, что сейчас вот сделала ассоциация хосписной помощи, замечательный калькулятор ротации опиатов. То есть, вы можете скачать свой смартфон, и здесь вы можете вот прямо у постели больного, если вы понимаете, что нужно менять какой-то наркотический аналогетик, или нужно рассчитать какую-то дозировку, здесь все есть. То есть, великолепное изобретение. И вот эти препараты, которые применяют при нейропатическом компоненте, это пригаболины, это габапентины, это карбамазепимы и прочее. Эти препараты обладают таким седативным действием, поэтому основной их принцип назначается, тетрование этих дозировок, назначается первая встреча в ночное время, и так тихонько, тетруя увеличивается эта дозировка. Применяется также при нейропатии, это амитриптилины, очень микродозы, 100 мг в сутки и все. То есть, начинается с 5 мг и также тетруется, тетруется, постепенно увеличивая, если нужно. Ликопластер Версатис, это лидокаиновый пластер, который, вот я хотела уточнить, очень часто бывает нейропатический компонент при этой локализации, поэтому мы иногда вот клеим, просто вот рисунок, при, тоже в совокупе, тоже можно добавить для лечения вот болевого синдрома. Все вот эти инвазивные, вот именно при этой локализации, они, конечно, имеют место быть, они занимают свою нишу. Есть сейчас некоторые недоработки, вот у нас просто для дальнейшего обслуживания вот всех этих имплантированных помп шейный отдел, достаточно тяжело вот ставить вот такие катетеры, эпидуральные катетеры. Но, тем не менее, все эти блокады, это будут занимать свою нишу, они будут работать, и все это внедряется, работает и делается. Итак, какие же особенности вот при локализации голова-шеи, учитывая все вот такой массив препаратов? Первое, что мы видим очень часто, нарушение глотания. Поэтому в этой ситуации мы часто используем внутривенную аналгезию, то есть мы часто пользуемся помпами морфиновыми, то есть мы, например, пациенты у нас, поскольку у нас проходит все-таки специальное лечение, поэтому в этой ситуации, например, идет химиотерапия, ну, учитывая, что ранее принимал пациент, мы можем увидеть, что нужно как-то увеличить вот количество обезболивающих препаратов, можем поставить помпу, и вот на фоне химиотерапии, на фоне вот этого суточного введения морфина, болевой синдром купируется, сама химия купируется, легко уходим от этого, и поэтому вот дальше мы очень любим вот эту внутривенную анестезию и пользуемся ей. Сейчас существует, если это больной длительно лечится, например, в хосписной службе, то в этой ситуации внутривенно достаточно существуют и шприцевые перфузоры, и помпы для проведения химиотерапии. Мы пользуемся и суточными, и двухсуточными, поэтому вот, пожалуйста, первое, нарушение глотания внутривенное. Второе, трансдермальная форма. Трансдермальная форма, сразу оговорюсь, при дефиците питания трансдермальная форма в этой ситуации, конечно, не показана, потому что это жирорастворимый препарат, поэтому или ищем место, где есть все-таки жирок для того, чтобы вот та дозировка работала, которую мы хотим, или мы не прибегаем к этому. Второе, нарушение глотания, подъязычная форма, ведение, подъязычная форма, как я говорила уже, проседол, бупроксан, и ведение анальгетиков в зонд. Если, например, дефицит питания, стоит зонд, больной не глотает. Знаете, здесь, наверное, могут задать вопрос, а какие же препараты можно туда вводить или нет. Спрашивали в аннотациях, нигде мы не нашли ответа, но связывались с фармакологами, и в этой ситуации фармакологи говорили о том, что если нет у данного препарата кишечно-растворимой оболочки, то, в принципе, можно растолочь этот препарат и ввести в зонд. Вот таков мой будет ответ. Знаете, существует такая совместимость растворов, я это посодействовала у московских коллег, вот, значит, в хосписе они это используют. То есть мы не так часто этим пользуемся, но, тем не менее, если вы хотите длительное введение, там, тромодолы, еще как, то есть можно ли сочетать одно с другим, чтобы не вводить это болезнно в виде вот в других каких-то, в другой форме введения. Значит, и также особенность, вот, голова шея, как мы еще раз говорим, истощение подкожного жира. Потом еще раз подчеркиваю, то есть трансдермальная форма бывает малоэффективна. Будьте внимательны к этому. Значит, ой, простите. Значит, дальше. Очень часто при этой локализации проводятся курсы лучевой терапии. Поэтому, конечно, происходит повреждение микроциркультурного русла. Поэтому, чтобы немножко вот как-то его улучшить состояние вот этих хрупцовых изменений, вводим в терапию солодоксид, трентал, пентоксифилин. И обязательно осматривая ротовую полость, когда занимаетесь альгологией, мы осматриваем тщательно это, нужно ли или нет прибегать к антибактериальной терапии. Потому что можно, не осматривая ротовую полость, назначить противоболевую терапию. А, например, просто проведя вот санацию ротовой полости, болевой синдром значительно купируется. Большое спасибо за внимание. Вопросы?